В эфире программа Актуальные интервью. С вами Алена Евдокимова. Здравствуйте. Как воспитать патриота? Вопрос уже давно не новый, но он по-прежнему не теряет своей актуальности. Сегодня тема патриотизма занимает особое место в нашей жизни. И в первую очередь это касается молодежи. В этом выпуске мы поговорим о патриотическом воспитании в регионе с заместителем министра молодежной политики Ставропольского края Александром Войсковым. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как я уже и сказала в начале, тема патриотического воспитания приобретает все больше популярность и является актуальной. И мы примерно понимаем, с чем это связано. Но давайте все-таки аккумулируем и скажем, какие можно выделить основные причины роста актуальности темы патриотизма. Ну, тут начать стоит чуть раньше, да, потому что мы в нашей стране и в нашем крае наконец перестали стесняться говорить о патриотике, говорить о привлечении молодых людей, не только молодых людей, потому что патриотическое воспитание, оно не касается исключительно молодежи. Это работа в целом с населением России, в целом с населением Ставропольского края. Как нам кажется, патриотика это не только, скажем так, военная тематика, это еще и чувство сопричастности к судьбе Родины, это чувство сопричастности к населению, которое рядом с тобой, к соседу, к знакомому, к родне и так далее и тому подобное. Именно поэтому, ну, скажем, бум такой патриотизма, бум сопричастности, пожалуй, мы все пережили во время пандемии. И уже тогда молодежь для себя выделяла как одну из ценностей помощь близкому человеку, даже если, ну, близкому географически, скажем так, да, даже если ты его лично не знаешь. Очень огромное количество молодых ребят участвовали в волонтерском движении, да, в движении «Мы вместе», которое впоследствии так стало называться. Поэтому, пожалуй, это одна из первых причин. Конечно же, очень серьезное воздействие на рост заинтересованности в патриотическом движении со стороны властей и со стороны населения. Это, конечно же, тематика специальной военной операции. По-разному было, надо это признавать. В молодежной среде, пожалуй, особенно остро было по-разному. Поэтому здесь мы сейчас переживаем историю, которая связана с полным пониманием происходящего, с поддержкой, крайне высокой поддержкой, такой не только на словах, но и на деле. У нас огромное количество ребят, студентов, школьников разных возрастов участвуют в создании маскировочных сетей, сухих душей, окопных свечей, письма пишут дети без перерыва практически. И мы в личном общении с участниками специальной военной операции знаем, как дорого такое внимание к ним. Безусловно, стоит говорить об информационной среде, когда постоянно везде обо всем говорится, что Россия находится в такой ситуации, что мы в условиях санкций не развалились, развиваемся, продолжаем расти. И, безусловно, это тоже дает толчок молодым людям кому-то переосмыслить, кому-то утвердиться в своих ощущениях любви, гордости, понимании происходящего сейчас в нашей стране и вокруг нее. Ну и, конечно же, безусловно, стоит использовать слово популярность, я, пожалуй, использую слово мода. Есть мода на Россию, на все русское. Сейчас очень много молодежных брендов одежды с кириллицей появляется, да, очень много, очень серьезное такое движение волонтерское продолжает развиваться, когда я часть чего-то большего. Не я просто человек, а я гражданин, я патриот, я житель страны, региона, города, потому что патриотизм всероссийский, без патриотизма малой родины просто немыслим, невозможно. А вот расскажите, вы отслеживаете ли динамику отношения молодежи к теме патриотики? Да, в целом к теме патриотики отслеживаем, безусловно. Мы в прошлом году проводили большое социальное исследование. Были вопросы, которые прямо напрямую в лоб спрашивают, а кто такой патриот и как ты себя ощущаешь в этой стране? Можно было выбрать несколько вариантов ответов, поэтому примерно 77%, 76% с небольшими копейками, говорят о том, что патриотизм – это любовь к родине. 30% говорят о том, что патриотизм – это готовность защищать родину, и чуть-чуть меньше, чем 30% говорит о том, что патриотизм – это способность видеть проблемы и конструктивно их решать внутри своей страны. И это очень отзывается молодежной политикой. С другой стороны, когда мы спрашивали у ребят, а что, собственно говоря, вы ощущаете как основу патриотизма, многие ребята говорили об историческом прошлом, о спортивных достижениях, о литературе, о культуре и искусстве, но большинство, больше 70% сказали о том, что патриотизм основывается на победе в Великой Отечественной войне. Ну, понятно, почему. Опять же, благодаря медиа, благодаря средствам массовой информации, благодаря той работе, которая ведется в школах, в вузах, на муниципальном и на краевом уровне. Это, конечно, отзывается во всей нашей работе. Возвращаясь к первым показателям, конечно, хочется сказать о том, что, когда ребята видят проблему, они пытаются ее решить с помощью, например, грантового конкурса, да, когда есть хорошая мера поддержки, рабочая мера поддержки, когда ты видишь, какая существует проблема у тебя во дворе буквально, доказывающую актуальность, получаешь на это государственные средства, реализуешь свой проект, мир вокруг тебя становится чуточку лучше. Это к вопросу о гражданской патриотике, да, потому что все-таки любовь к родине, она не только про погоны, маршировку там и так далее, что-то связанное с войной, с военным делом, но и, конечно же, с туризмом, с географией, знанием своей истории, литературы, любви к этому, ко всему, возможностью и умением это все транслировать своим сверстникам в том числе. Поэтому сейчас мы видим заинтересованность молодежи в способах существования внутри страны, внутри региона и попытку сделать его лучше, интереснее, удобнее для себя и для своих близких. Пожалуй, так. То есть можно сказать, что сейчас вектор работы с молодежной политикой заключается в том, чтобы изменить взгляд на патриотизм, да, что это не только военная тема, что это вот как один из хороших вариантов ответа, это конструктивно воспринимать и принимать то, что происходит в стране. Да, мы, ну, задача молодежи, как говорит наш руководитель, это не дать рыбу, а дать удочку, чтобы эту рыбу поймать. Да. То есть в целом, какой же, можно сказать, настрой у нашей молодежи? По большинстве позитивный или все-таки наблюдаются какие-то негативные настроения? Ну, про какую-то динамику в цифрах мы узнаем в начале следующего года, потому что тогда мы будем проводить следующее социальное исследование, более глубокое, где мы затронем в том числе тему патриотизма. Но сейчас в общении, в информационной среде, которая вокруг министерства, вокруг вузов происходит, мы можем наблюдать стабилизацию этой обстановки. Да, есть четкое понимание, что большинство ребят сейчас поддерживают тот курс, который существует, понимая, что настоящее время – это время возможностей, время для того, чтобы развиваться, искать ниши, занимать эти ниши, расти, одним словом. Конечно, есть те, кто в таком индифферентном состоянии находится где-то посерединке. Я ничего не знаю, ничего не слышу, меня ни о чем не спрашивать. Ну, есть и такие, что сказать. Те, кто, пожалуй, был против, нашел в себе силы оказаться не в нашей стране на данный момент. То есть, по большому счету, можно сказать, что есть положительная динамика, настроение к теме патриотизма? Есть положительная динамика в целом отношения к стране. Вот я бы не застрял внимание на слове патриотизм здесь, не то чтобы я против него, просто мне кажется, что здесь нужно говорить в целом об отношении к родине, к стране, в которой ты живешь, государству, в котором ты существуешь, к тем возможностям, к тем способам взаимодействия с тобой, которые оказывает на тебя ты самое государство. И к этому, ко всему, молодежь начинает относиться с более, скажем так, открытостью, что ли. Потому что, если раньше это казалось так, что-то государственное, пожалуй, не для меня. То сейчас огромное количество возможностей. Только вот недавно я выступал на мероприятии молодежные, на форуме инициативной молодежи. И у меня лекция про возможности, про то, какие возможности есть. По факту я просто перечислял, что есть, с небольшими примерами. Заняло около часа времени, не погружаясь в подробности. Сейчас каждый молодой человек может просто вбить в любом поисковике возможности для молодежи. Ему выдаст порядка 5-7 сайтов, куда он может зайти, беспрепятственно подать заявку на что-то, поучаствовать в каком-то конкурсе, фестивале, проекте, круглом столе. Подать заявку на поддержку Грантова, проявить себя как волонтер. Огромное количество возможностей, просто успевая что-то делать. Ну, не забывая учиться, естественно, параллельно этому всему. То есть это то самое рациональное отношение, о котором мы и говорим. Да, все верно, конечно. Вы уже сказали немножко о мероприятиях. Давайте поговорим подробнее, какие же именно меры принимаются для повышения патриотики у нас в крае. Если говорить в общем, то в самом начале года на одном из первых совещаний губернатор дал четкое поручение всем ведомствам о том, что, друзья, мы в этом году и вообще в целом работаем на любом мероприятии с точки зрения патриотизма. И молодежной политике здесь было намного проще воспринять эту всю историю. Почему? Потому что у нас все мероприятия, какие мы не проводим, направлены либо на то, чтобы привлечь ребят к социальной активности, либо чему-то их научить, либо рассказать им о каких-то возможностях, дальнейших шагах в развитии в любой сфере деятельности. У нас два цены направления, что не вспомни, всего касается молодежной политики. Поэтому здесь можно выделить, скажем так, блоки. Да, есть обучающие, образовательные мероприятия, есть творческие, креативные мероприятия, есть мероприятия, которые касаются развития себя и окружающих. Есть, безусловно, выездные мероприятия, когда проводится какое-то событие где-то за пределами региона, и наша задача отобрать лучших по тематике и туда отправить. Но так или иначе все они касаются воздействия на себя, окружающих и среду, для того, чтобы тебе, либо твоему близкому человеку стало жить немножко лучше, для того, чтобы решилась какая-то проблема. Здесь мы воспринимаем слово «проблема» не как что-то плохое, темное, а как некоторую задачу, которую надо просто перед собой поставить и решить. Если говорить чуть более конкретно, да, то вот мы с ребятами сегодня вспоминали просто те мероприятия, подчиненные мои знали, что я иду на эфир, и мы решили повспоминать, о том, что мы за этот год успели сделать. Больше 120 тысяч человек охватили своими мероприятиями, молодежи, именно уникальной молодежи, я имею в виду. И навскидку буквально за 5-7 минут вспомнили 18 мероприятий, которые только мы, то есть Министерство молодежной политики, провело, либо куда отправило ребят. Мы не считали муниципальные мероприятия, мы не считали мероприятия, которые делают коллеги из других ведомств, потому что не только мы занимаемся патриотическим воспитанием, в том числе и молодежи. Поэтому, опять же, возвращаясь к тому, с чего я начал, поручение выполняется, все, что делается сейчас с исполнительными органами Ставропольского края, это, пожалуй, про патриотику, про любовь, про развитие и про движение вперед. Очень интересно узнать, наверное, о самых ярких мероприятиях. Вот расскажите на примере, вот хотя бы по одному из каждого блока, какие были проведены. Да, ну если говорить там о всероссийских примерах мероприятиях, да, пожалуй, одно из важнейших, которые мы в этом году провели, это было открытие Всероссийской вахты памяти. К нам приезжали поисковики со всей страны, в новом центре знаний Машук все это было. Это люди, которые до сих пор занимаются поиском останков бойцов по всем фронтам, бывавшим во Великую Отечественную войну, и до сих пор поднимают эти самые останки, находят документы, передают это роднее, занимаются захоронением торжественным наших героев и так далее. Безусловно, стоит говорить, например, если говорить о творческом, патриотическом воспитании, это солдатский конверт, в начале года был краевой этап, в мае месяце мы провели международный этап, Россия, Белоруссия, к нам приезжали сюда ребята, исключительно конкурс патриотической песни. Тут же стоит упомянуть, например, опыт взаимодействия с учебными заведениями, мы совместно с Георгиевским колледжем «Интеграл», не самый очевидный партнер, казалось бы, но у них классная идея по проведению конкурса видео. Там и клипы музыкальные, и какие-то документалочки маленькие, и большие полотна, и работа совсем коротким метром, буквально, грубо говоря, 15-секундные видео, направленные на патриотическое воспитание. Мы получили больше 60 заявок со всего региона, тоже такая история. Если говорить о вдумчивых мероприятиях, мы с вами за эфиром чуть-чуть пообщались, я говорил о том, что есть не только массовые, но и очень-очень маленькие мероприятия, но и выдающие конкретный результат, конкретный продукт. Недавно был круглый стол о роли Советского Союза в победе над немецко-фашистскими захватчиками. Там участвовало около 100 человек вместе с организаторами. Но продукт, который выработали участники этого круглого стола, он методический, может быть, даже научно-исторический, скажем так. Но его мы сможем использовать уже в своей работе, доносить ту или иную информацию до ребят. Есть классное мероприятие, например, у муниципального Ставропольского центра «Патриот». И вот они ездят по всему краю, получили субсидию у Министерства молодежной политики на реализацию проекта. Ездят по всему краю с открытым турниром по лазертагу и попутно проводят такой научно-образовательный квест об истории Великой Отечественной войны. То есть через игровой формат пытаются взаимодействовать с молодежью, здесь больше со школьной молодежью. Если говорить, например, про форумы большие, которые мы проводили, то здесь, конечно же, особняком стоит наш любимый в следующем году юбиляр Всероссийский форум «Машук», на котором были треки, посвященные образованию и работе с молодежью. И там мы тоже говорили о том, каким образом со школьниками, со студентами взаимодействие. Здесь именно образовательная история. Ну и, конечно же, стоит вспомнить о спортивном, военно-спортивном направлении. Мы два года назад возродили и студенческую игру «Зорница». Школьная «Зорница» никогда не прекращалась на территории Ставропольского края, а студенческая как-то пропадала с радаров, скажем так. Мы ее два года назад восстановили, в этом году опять провели в Пятигорске. Приурочили это все к 50-летию первого вечного огня. Как раз в городе Пятигорске там и открывали, собственно говоря. И так можно вспоминать. Отдельная история, наша любимая, если честно, это наш комикс, который мы министерством выпускаем. Начали мы с 24 февраля этого года, в годовщину начала СВО. Один из наших сотрудников, еще и художник, поэтому посвящает довольно большую часть своей работы созданию комиксов о происходящем на фронте. Ну там в основном сейчас о том, что было до, о предпосылках, о том, почему все начиналось, каким образом. Главный герой – это собирательный образ добровольца из Ставропольского края. Тот самый Южный Страж, который защищает Родину. И этот комикс, он уже опубликован в массе? У нас шесть выпусков, да. Мы его публикуем в официальном телеграм-канале Министерства молодежной политики. Можно там читать. Более того, мы к форуму МАШУК эти шесть выпусков собрали в одно печатное издание, раздавали на форуме МАШУК всей стране и отправили немножечко, чуть-чуть совсем, отправили в зону специальной военной операции. Все эти мероприятия, это организованы непосредственно Министерством молодежной политики? Да, либо, ну давайте так, еще и выезды, да, поэтому они организованы Министерством молодежной политики, либо на субсидию от Министерства молодежной политики. У нас есть свой конкурс субсидий, в котором могут принять участие общественные организации, и вот мы таким образом помогаем проводить эти мероприятия на территории региона. Но, я уже сказал немножко, здесь стоит оговориться и выразить огромную признательность коллегам, не только молодежная политика занимается патриотическим воспитанием. Министерство образования, Министерство нацполитики, Министерство культуры и все, без исключения муниципалитеты, через свои каналы этим тоже занимаются. А можем ли мы уточнить вот насчет работы Министерства в этом вопросе? Министерство образования политики, оно в основном занимается мероприятиями или какие-то еще есть направления работы? Ну смотрите, если раньше молодежная политика это было именно про мероприятия, мы этого не отрицаем, так оно и было. У нас, скажем так, точка отсчета, единица измерения эффективности нашей работы это мероприятие. Сейчас, пожалуй, мы все-таки перепрофилируемся на то, чтобы выстраивать системы, либо выстраивать какие-то программы взаимодействия. Мы ставим перед собой целью учить ребят. Есть возможность, научили ей пользоваться. Ребята и воспользовались, научили реализовать проект, проявить себя. Если это творческий образовательный интенсив, то, соответственно, пригласили экспертов, которые могли бы научить ребят, как вырасти в этом. То есть не просто петь песни, а петь песни хорошо, либо петь песни еще лучше. Поэтому здесь Министерство все-таки это про систему, про комплексное развитие. Не только не самоцель сделать мероприятие, а самоцель охватить как можно больше молодежи. И как можно больше молодежи дать возможность вырасти. Александр Дмитриевич, а вот есть ли какие-то региональные программы, которые направлены на решение этого вопроса, скажем так? Да, есть. У нас в целом есть большая государственная программа Ставропольского края по патриотическому воспитанию. Ей занимаются Миннац, Минобор и мы. У нас для исполнения этой программы есть, соответственно, внутри своих нормативных документов есть подпрограмма патриотическое воспитание молодежи. Определенное количество денег, определенное количество показателей, определенное количество мероприятий, определенные охваты, точки касания молодежи. Безусловно, это все регламентировано, не в хаотичном порядке все это происходит. Но надо понимать, что взаимодействуя с ребятами, даже не подозревая, что это может вызвать какую-то волну, мы работаем и вне программы. Как это получилось, например, в этом году, к 9 мая, мы решили попробовать сделать акцию «Вальс Победы». Ну, думаем, соберем какое-то количество ребят, попытаемся где-то на какой-то площадке потанцевать в образах того времени. Собралось тысяча человек с разных вузов, с кадетского училища президентского. В общем, мы танцевали на Параде Победы. Я видела. Тысяча человек в невероятном тумане, но ребята с вот такими глазами. Это было что-то такое, о чем я говорю, о том, что мы не рассчитывали на такой отклик от молодежи, потому что нам казалось, ну, танец и танец, ну, научили и научили. А они прям прониклись, прочувствовались, и уже вот после этого пишут так, никого не зовите, мы в следующем году обязательно с вами. Ну, хорошо, значит, в следующем году повторим. Да, я и как зритель могу сказать, что, думаю, не я одна, действительно, все прониклись этим настроением, этой массовостью. Уникально были подобраны костюмы, в общем, действительно, идея удалась. Получается, что мы и ничего особенного туда не вкладывали, правильный выбор песни. Ребят, мы не учили, скажем, там, вот, смотрите, это там было тогда-то, тогда-то, и вот вы сейчас, потомки тех, как будто бы это все подразумевалось в танце, никакой идеологической работы сверху не проводилось, ну, и так все почувствовали и ощутили. Я думаю, вы, разумеется, в курсе, что тема по трёхке также активно внедряется и в образовательную программу. Вот расскажите немножко, как же вот на территории Старопольского края вот эта тема внедрена в образовательный процесс? Здесь надо, скорее всего, вспомнить о российском движении детей и молодёжи, потому что сейчас, наверное, во всех школах, ну, по крайней мере, с теми, с которыми мы там каким-либо образом взаимодействовали, либо там лично с кем-то знакомы, есть советники директоров по воспитанию, которые именно от РДДМ там существуют и работают, и несут ту повестку, которую рождает эта организация. Огромное количество проводится уроков о важном, да, мы знаем прекрасно эту, как мне кажется, классную практику, когда ребятам во вне урока рассказывают о каких-то понятных, добрых вещах, которые должен знать каждый человек. Я, например, очень сильно, наверное, завидую нынешним школьникам, что они там каждый понедельник слушают гимн, поднимают флаг. В моё время такого не было, мы просто в школу ходили. Сейчас их всех, ну, на такие вещи поднимают, вовлекают в это всё, это классно. У движения первых есть 12 направлений работы, которые кажутся, ну, там есть одно прям, только патриотическое, но при этом при всём там есть и культурные, и туристические истории, когда ребята выходят в пешие маршруты вокруг своих населённых пунктов, знакомятся с тем, что вокруг них, и через это прививается любовь к малой родине. Отдельно, конечно, здесь история, которая касается юнармии, ну, юнармия как соучредитель РДДМа, поэтому здесь такая работа глубокая ведётся, безусловно, именно здесь, именно с военной точки зрения, с военной патриотики. Ну, и новый учебник истории, да, наш умевший, который мы все знаем, я его лично в руках держал на одном из мероприятий в советском округе. Мне кажется, что не то, что классная идея, а необходимость в тех реалиях, в которых мы живём, опять же, вернусь к тому, что я сказал в самом начале, мы перестали стесняться говорить о том, что Россия большая, великая, достойная, с историей, с достижениями, с будущим. Вот это классно, и мне кажется, через это сейчас и работают коллеги в образовании. Ещё интересно, молодёжь, это же ведь не только школьники, это и студенты, и, в принципе, молодые люди до 35 лет. Вот расскажите о нюансах работы с разными возрастами. Школьники, студенты и работающая молодёжь. В чём отличие самое главное? Отличие колоссальное, если честно, и тут нам стоит признаться, что нам есть над чем работать. Потому что если к школьникам и к студентам прийти довольно просто, это организованная группа ребят, которые сидят в одном месте, в понятном месте, ты приходишь, доносишь информацию, либо даёшь методические рекомендации, коллеги это делают за тебя, грубо говоря. Здесь, понятно, мы говорим опять об РДДМ, о юнармии, о различного рода организациях, в том числе Российский Союз Молодёжи, который работает с учащимися в школах и СПО. Если говорить про студентов, там уже ребята совершеннолетние в основном, там на них идёт работа и взаимодействие в части огромного количества проектов Росмолодёжи, от грантов до «Твоего героя» сейчас новое направление, ну, с начала этого года, пожалуй, существующее, когда проводится большое количество встреч с участниками специальной военной операции, либо с членами их семей, когда говорится напрямую о непростых вещах, да, давайте называть вещи своими именами. Туристическое направление через больше, чем путешествия, направление, связанное с профессиональной ориентацией, с занятостью молодёжи, вот эта вся история именно на студентов. А вот с работающей молодёжью чуточку сложнее, если мягко говорить. Мы не стесняемся заявлять о том, что это направление в нашем регионе запущено, мы работаем, пытаемся настроить взаимодействие с предприятиями, вот через что. Мы создали в прошлом году Совет работающей молодёжи, в этом году мы совместно с Невиномысском провели форум работающей молодёжи слияния, на котором выработали способы взаимодействия с ребятами. Понятно, что проще всего работать через творчество, через спорт, через гранты. Но мы увидели огромное желание работать в волонтёрском направлении, мы увидели огромное желание участвовать в различного рода мероприятиях в качестве спикеров. И главное, что мы увидели, что работающая молодёжь хочет говорить о своей профессии. То есть профориентационная работа в этом смысле тоже будет выстраиваться. Непросто. У нас сейчас не так много способов взаимодействия. Там 5-6 организаций, которые вовлекаются, но уже вовлекаются. Александр Дмитриевич, в принципе вопросов не осталось. Очень интересно. И по-новому, я думаю, мы сегодня поговорили о теме патриотизма. Что всё-таки, понятно, это любовь к родине, но и это, как вот вы говорили, конструктивное, рациональное отношение к своей стране, в которой ты живёшь. Спасибо, что вы работаете в этом направлении. Это действительно огромная работа. Спасибо большое. Дорогие друзья, как всегда, до встречи в эфире Актуального интервью. И оставайтесь на своём. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова